итак народ всех приветствую на канале занимательное музло сегодня на обзоре норвежской викинг блок металл группа for learn или for learn у команды в арсенале 1 и пишка и три полноформатных альбома раннее творчество команды два первых релиза это что-то в духе батаре времен викинг периода и именно эти альбомы мне заходит больше всего но и последний альбом довольно неоднозначный и мне кажется что именно он зайдет вам по поводу самой группы стоит сказать что это все-таки наверное больше проект музыкальный нежели полноценный коллектив в которой входили хэвен юрисед по прозвищу альварин как я думаю мозг всей операции и парни из группы гиена норвежской про группу гиена кстати есть отдельное видео на канале ну что а теперь давайте более подробно поговорим о творчестве группы for learn ставьте лайк этому ролику и погнали в девяносто шестом году вышла дебютная эпишка который так и называется for learn в общем когда я слушал это и пи мимо проходила супруга захватила кусочек открывашки и спросил у меня что это за попса играет да я согласен что звучит все это довольно мягко и легко и мне кажется что дело здесь не только в приятных скандинавских мотивах а еще и в барабанах в том как они звучат потому что мне кажется что это не настоящая драм-машина как будто барабаны просто запустили синтезатора однако в целом синты подобраны хорошо и вокал соответствует тематике и чистый экстремальный вокал все гитарные партии тоже сыграны ровненько и хорошо читаемы а что-то более менее агрессивное экстремальное начинается с четвертого трека heroes там и блэкерский экстрим вокал подъезжает и барабанная партия уплотняется типа игрой на двойном бас-барабане ну и на закрывашки рагнарёк парни поддали мелодик блэка в целом послушал и пи с удовольствием на самом деле такая приятная ни к чему не обязывающая музыка дебютный полноформатник the crystal palace вышел в девяносто седьмом году не могу сказать что саунд относительно эпишки здесь сильно поменялся да и к тому же два трека с эпишки перекочевали на этот релиз но здесь уже в четырех треках заявлены живые барабаны от сессионного драмера я бы не сказал что композиции живыми барабанами как-то выгоднее отличаются от остального материала или звучат убедительнее все примерно на одном хорошем употребимом уровне также не могу сказать что на альбоме есть какие-то интересные мелодические решения или что они выдающиеся и причем даже в инструментальных композициях скорее наоборот все относительно примитивно но блин это звучит чертовски круто и вот в этом во всем чувствуется влияние квартона единственное что я не выкупил это какая-то электронная вставка в середине заглавной темы просто зачем в двухтысячном году вышел второй полноформатник который называется опус 3 от калестис рез на этом альбоме группе присоединился барабанщик блюд который был до этого замечен на демках чудер и в таких командах как за девиант и конечно же гиена и его игра на барабанах на мой взгляд очень впечатляющая была к сожалению блюд умер 2018 году от сердечного приступа что касается релиза то тут надо отметить что викинга становится все меньше а блэка все больше все стало звучать мрачнее и злобнее и лично мне кажется что именно вот из-за этого материал потерял какой-то самобытности в сравнении с предыдущими релизами которые пусть и звучали слабее и были собраны менее профессионально но за них хотелось опрокинуть рок а опус 3 конечно же неплох но лично мне кажется что он просто теряется на фоне всех тех блок металл релизов которые тогда скандинавские страны выпускали просто в промышленных масштабах и последний студийный полноформатник hibernation вышел 2003 году а этот альбом уже даже не тегуется как викинг просто как блэк металл мелодик блэк металл с чем я в принципе и согласен но сказать что альбом зашел я не могу потому что и мелодии и рифинг и то как собраны песни все мимо исключительно для моего субъективного восприятия конечно же а местами мне показалось что ребята попытались интегрировать какие-то современные на тот момент музыкальные веяния свое творчество как пример песни абьюз в общем я не особо проник с этой работой но я не могу сказать что альбом скучный потому что по крайней мере некоторые музыкальные решения меня действительно удивили может быть как-нибудь я еще вернусь к этой работе потому что мне кажется я ее не до конца выкупил музыкальные веяния в 2004 году группа прекратила существование и похоже что ребята просто забили на проект жаль конечно но видимо приоритеты у музыкантов на тот момент были другие ну хотя он может быть это и неплохо главное чтобы музыканты творили а в каком проекте это уже дело десятое на этом пожалуй все увидимся на стриме во вторник да кстати с начала ноября я еще раз повторяю стримы опять будут проходить по пятницам и спасибо всем кто смотрит мои видео ставит лайки пишет комментарии и конечно же подписывается на канал а с вами был депрайс пока и и и и и и